В процессе изучения шведского сдержанного отношения к пандемии мы нашли в интернете вот такую брошюру с достаточно интересным названием «Если наступит кризис или война». И такая мини-книга есть в каждой шведской семье. Отсюда понятно – спокойствие шведов. Фактически они к этому были подготовлены страной еще два года назад. Швеция ни с кем не воюет уже 200 лет. Она сотрудничает с НАТО и входит в ЕС. У нее развитая экономика, казалось бы, государству ничего не угрожает, но Швеции решили научить население выживать в условиях вероятного наступления. Для жителей Швеции выпустили специальную брошюру под названием «Если придет кризис или война». Книга переведена на 14 языков, в том числе, кстати, и на русском, специально для жителей Швеции, которые знают только этот язык, и даже опубликована шрифтом Брайля. Первый образец подобной книги был разослан в Швеции еще во времена Холодной войны в 1961 году. На 20 страницах брошюры подробно описано, что делать в случае терактов или войны, а именно, как обеспечить себя едой, водой, теплом, что означают различные типы сирен и как способствовать тотальной обороне страны. Эта книга разослана всем шведам. Разработчики отметили, что цель проекта подготовить население Швеции к любым угрозам, среди них и теракты, и экстремальные погодные условия, и кибератаки, и кризисы, которые могут возникнуть в результате полномасштабной войны даже в других странах. Брошюра состоит из трех разделов, в которых кратко и доступно описаны действия шведов во время чрезвычайных ситуаций или войны. Кстати, эту брошюру неплохо было бы почитать и каждому украинцу, чтобы знать, как правильно защитить свою жизнь и свои мозги во время войны. Скажем такой раздел. Главное правило на случай вирусной атаки или теракта. И объяснение. Не надо сразу звонить родным или друзьям, которые оказались в эпицентре теракта. Из-за массовых звонков сеть может быть перегружена, и пострадавшие могут не успеть вызвать скорую помощь. Во время теракта избегайте паники и толпы. Бронежилетом от выстрелов из информационного ружья станет твоя внимательность и критичное отношение к информации. И еще несколько фрагментов в качестве образца из этой брошюры. Самым популярным фейком на войне станет рассказ о том, что правительство уже сдается нападающим. На этот случай власти Швеции заявляют, если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление пало – это фейк. И еще во время войны враг будет активно работать на информационном фронте и пытаться доказать, что в правительстве сидят предатели и коррупционеры, которые наживаются на войне. И это фрагмент из книги для шведов. В книге опубликовано также, что нужно взять с собой на случай катастрофы. Вкратце, еда должна быть такой, которая хранится долго, необходимо иметь запас и питьевой, и технической воды, а также теплых вещей. Возьмите с собой радио на батарейках, документы и медикаменты. А в начале войны или чрезвычайной ситуации объявят во всех средствах массовой информации и через системы оповещения. Если случится что-то серьезное, катастрофа на химическом заводе, теракт или война, радио и телеканалы, уличные системы оповещения будут транслировать важные сообщения, а операторы мобильной связи устроят рассылку. Внимательно слушайте все сообщения, следуйте указания. Заранее вы знаете, где находится ближайшее бомбоубежище. Кстати, в Украине после начала войны их стали обозначать надписями. Шведское правительство разослало эту брошюру по всей стране в объеме 4,8 миллиона экземпляров. Ее можно бесплатно скачать с сайта агентства по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, в Украине таких книг не издавалось, хотя опасность в нашей стране значительно выше, чем в Швеции. Некоторые могут возразить, ну, я же учил гражданскую оборону в школе, я помню. Но притормозите на пару минут и задумайтесь, что бы вы делали, если бы стрелять начали не там, далеко на востоке. И информацию об этой войне мы ежедневно слушаем по телевидению, а, скажем, в соседнем дворе. Субтитры создавал DimaTorzok